Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у меня в гостях военный историк, журналист и главный редактор портала «Пресс ЛВ» Константин Гайворонский. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Вот мы говорим сегодня о пакте Молотова-Риббентропа, о секретных протоколах. Вот на ваш взгляд, насколько осмыслен и изучен пакт Молотова-Риббентропа сегодня в Латвии? Как вы это оценили? Насчет Латвии я не знаю, но в мире, в принципе, ну как в мире, в исторической науке мировой, мне кажется, ему уделено очень много внимания. Что касается секретных протоколов, на ваш взгляд все-таки, вот как можно объяснить их появление, есть ли такое рациональное объяснение того, почему они появились тогда в тот период исторический? То есть, что значит, почему появились? Ну, какой был смысл в них? Какая была цель? А, цель? Цель была очень простая. Цель была заключение договора с немцами, попытка. Цель, собственно говоря, обозначил товарищ Сталин на пленуме РКПБ в 1925 году, когда он говорил, что мировая война неизбежна и мы, разумеется, Советский Союз не может избежать участия в ней. Но мы должны сделать все, чтобы вступить в нее последними и бросить свою решающую гирбку на чашу весов, когда уже ситуация будет, скажем так, ясна. То есть, сыграть роль США в Первой мировой войне. Вступить последними, сохранить силы до конца и потом диктовать свои условия изможденным в мировой войне странам. Вот такая была задумка. К сожалению, не получилось ничего из этого. К сожалению, говорю, потому что, с моей точки зрения, заключение пакта стало одной из величайших катастроф в истории Советского Союза, которая имела совершенно катастрофические последствия, чтобы обозначить масштаб вообще этих последствий для Советского Союза и мировой цивилизации. В 90-е годы мне довелось читать материал одного из семинаров по братьям Стругацким, которые их коллеги-фантасты устраивали. И они все пытались понять. Вот они же так вкусно, так достоверно описали полдень 22 века. Вот этот вот мир, где Горбовский, Камерар, Сикорский, где там полеток к звездам, где коммунизм и всеобщее изобилие. Что казалось, что им кто-то позволил заглянуть в реальное будущее Земли, но в середине 90-х уже было понятно, что мы как-то от этого будущего скорее отдаляемся, чем приближаемся к нему. И они пытались понять на этом семинаре, где произошла эта развилка, где свернули не туда. Вот самая, на мой взгляд, тогда такая адекватная версия была, в 62-м году должен был в Харибский кризис разразиться мировой войной. То есть в 62-м все должно было этим закончиться? Да, тогда бы человечество, конечно, не уничтожилось бы, потому что мощности яерного оружия все-таки не хватало еще для того, чтобы устроить здесь полный катаклизм. Но подойдя к краю этой пропасти, оно бы опомнилось, затормозило и решило, что нет, все больше никогда, 4-й мировой войны не будет. Будет мировой совет, значит, группа глубинного изучения космоса, ну и все, что было описано в Стругацких. А на мой взгляд, все гораздо проще. Вот полдень 21-й, 22-й век, это вот мир, в котором не было пакта Молотова-Риббентропа. Потому что для, конкретно для Советского Союза, он имел совершенно катастрофические последствия. В 41-м году мы из-за этого оказались просто на, наша страна, Советский Союз оказалась на грани поражения, но даже гигантскими усилиями вытянув войну и одержав победу в 45-м, она потеряла, как известно, от 16-ти до 26-ти миллионов человек, сейчас даже точную цифру не могут историки установить до сих пор. То есть, получается, что этот пакт и его заключения стали в какой-то степени отвлекающим маневром, потому что вот эти первые месяцы войны, которые катастрофой были для Советского Союза, это именно результат того, что был заключен пакт и верили, что нападут? Да, конечно. Конечно, конечно. У нас было два варианта, на самом деле. Три. Либо оставаться нейтральными полностью, либо пойти на соглашение с Гитлером. Это ровно то же самое. Да, остаемся нейтральными или идем на соглашение с Гитлером. Либо в 39-м году вступать в войну, которая разразилась в Европе. Я скажу, что если бы мы вступили в войну в 39-м году, то она закончилась бы где-то к осенью 40-го. То есть, это была бы бы быстрая? Это была бы очень быстрая война. Я приведу, объясню почему, во-первых. Потому что Германия в 39-м году, Германия 39-го года, это страна, которая к войне на два фронта с мировыми державами не готова ни в малейшей степени. Один пример. Как известно, воевать без снарядов невозможно. Это, как говорят в футболе, сразу нафиг с поля. Почему? Потому что еще без танков можно воевать, как-то без авиации можно продержаться. Но без снарядов никак, потому что порядка 70% потерь убитыми и ранеными наносят осколочные осколки. То есть, снаряды. Если у вас нет снарядов, значит, вы воевать не можете. В принципе, вас просто задавят. Если мы посмотрим, какая ситуация у немцев со снарядами на сентябрь 39-го года. Вот возьмем самое ходовое рабочую лошадку немецкой артиллерии, 105-мм, которая во всех немецких дивизиях. Там самый большой настрел у нее. Она больше всего работы выполняет. На сентябрь 39-го года у них 16 миллионов снарядов на нее. В Польше они потратили полтора миллиона за месяц, за сентябрь. За сентябрь докладывают эти цифры, он впадает в натуральную истерику и требует немедленно, любыми средствами. Мы заморозим все остальные программы, но чтобы у нас производство снарядов было увеличено в 4 раза. И со стороны, когда смотришь на эту истерику Адольфа Алойзевича, то непонятно, что это он расколбасил. Ну, было у него 16, стало 15 миллионов. Однако, если мы посмотрим на другие цифры, то станет совершенно понятно. Вот в Польше он имел дело с 30-ю польскими дивизиями. У англо-французов на западном фронте 90 дивизий. Советский Союз мог выставить 130 дивизий. Если мы Советский Союз и Францию сложим вместе, то получается, что если бы они на два фронта воевали вот с такими силами, у них расход снарядов был бы в 7 раз больше. Полтора миллиона умножаем на 7, получается 10,5 миллионов. Напомню, изначально у них 16. За через два месяца боевых действий у них не остается снарядов. Всё. Ну, к 22 июня 41-го года они этот дефицит, эту проблему решили? Да, они, я скажу, что они качественно усилились к 41-му году. В этом и заключается основная проблема пакта. Пакт дал возможность немцам поставить под контроль всю Европу вместе со всеми её ресурсами. Они накопили такое гигантское количество и боеприпасов, и топлива, и запасов руды, меди, хрома, что смогли на вот этих вот запасах провести Барбароссу. Они в 41-м году были на пике своей боеспособности. Достаточно вспомнить, что в 41-м году они наступали на трёх стратегических направлениях, на Ленинград, на Москву и на Украине. Я напомню, что уже в 42-м году, хотя они были ещё очень сильны, они сумели начать наступление только на южном участке Советско-Германского фронта, на Сталинград и на Кавказ. Это не потому, что они не хотели наступать на Москву, не потому, что они не хотели захватить Ленинград в 42-м году. Просто у них для этого не было ресурсов, банально топлива не было. Всё. За 41-й год они сильно его поистратили. Ну, почему всё-таки Сталин, которого нередко называют человеком спрыныны, ну, у него была паранойя, я так упрощу эту ситуацию, почему он всё-таки не был готов к тому, что немцы нападут? Или он был готов? Вот почему произошло то, что произошло в начале войны? Ну, как почему? Потому что у немцев тоже были ведь варианты разные. Во-первых, Сталину непонятно было, ради чего они должны напасть на Советский Союз, пока они не закончили войну с Англией. Ведь война с Англией, это же тоже, ну, как вам сказать, достаточно затратная и очень ресурсоёмкое дело. И нападая на Советский Союз, он таким образом оставлял возможность англичанам открыть где-нибудь второй фронт. С точки зрения Сталина это было не очень логично. И с точки зрения Советской разведки это, кстати, тоже было не очень логично. Поэтому Зорги не верили? Да, Зорги на самом деле не докладывал о том, что Гитлер нападёт 22 июня. Это всё было придумано. Ну, это мифологизация. Но, тем не менее, он сообщал, что есть такая вероятность. От Зорги же поступала информация. Вероятность всегда такая есть. И Сталину перед войной называли семь разных сроков до 22 июня. Начиная с января 41-го до 22 июня ему называли семь разных сроков, когда Гитлер нападёт. Там было 15-е мая, там было 22-го апреля, ещё что-то. И все эти сроки проходили, и война не начиналась. Кроме того, ему разведка постоянно докладывала, что немцы, конечно, нападут, но сначала должны разобраться с Англией. Поэтому ситуация была очень, я бы сказал, двусмысленная. Потому что, на самом деле, ни одного документа конкретного планирования Барбароссы, советская разведка ведь не добыла. Всё это было на уровне слухов, каких-то разговоров, кто-то где-то сказал. Вот. Поэтому можно ли этому верить или нельзя этому верить? На самом деле, такие точные сведения, более-менее точные сведения, получили непосредственно перед 22 июня, когда удалось установить прослушку в немецком посольстве в Москве. Вот тогда стало ясно, что да, в ближайшее время нападут, но даже дату точно еще не было известно. Тогда были подняты по тревоге дивизии в глубине приграничных кругов и двинуты к границе. Другое дело, что они не успели, конечно, но вот в последний момент, как говорится. Перед войной вот эта токсическая игра, которую вели Павлов и Жуков, если не ошибаюсь, они ведь показывали места нападения, возможные слабые места и так далее. Вот было это или это тоже мифологизация? Потому что это озеро в битве за Москву как раз реконструирует эту историю. Да, видите, там отыгрывался совершенно другой сценарий. Там отыгрывался сценарий невнезапного нападения, когда мы не от мобилизованной армии, разбросанной на гигантском расстоянии, встречаем удар сконцентрированного у своих границ противника. Там отыгрывалась та ситуация, к которой всю дорогу готовился Советский Союз. Как это должно было происходить? Должен был разразиться политический кризис. Германия предъявляет нам какой-то ультиматум. Мы ведем с ней переговоры. Градус этих переговоров все время нарастает, доходит до ругани. Становится понятно, что скоро будет война. Объявляется всеобщая мобилизация. Пока идет всеобщая мобилизация, на границе войска прикрытия с той и с другой стороны, они вступают в какие-то бои местного значения. Но поскольку немцев на границе не так много сил, им еще нужно перебросить их с запада, то эти бои идут по линии границы ни туда ни сюда не сдвигаясь. И вот когда уже на 10-12 день мобилизации и развертывания сосредотачиваются войска с той и с другой стороны, вот начинается та самая битва, которая показана в фильме Озерова в этой игре. На самом деле война совершенно по-другому началась. Когда немцы успели сосредоточить свои полностью отмобилизованные части на границе, а наши нет, а наши не успели, а наши топали в этот момент границы. – То есть получается, что разведка тоже, получается, сработала не очень хорошо, советская разведка тогда? – Она дала максимум, что она могла дать в той ситуации. – Учитывая, что войска уже подходили к границам, там достаточно серьезные ресурсы были сконцентрированы. – Да, да, да. Дело в том, что, как это обычно бывает, разведка, если она не имеет доступа к конкретным материалам военного планирования, она ошибается сплошь и рядом. В частности, в данном случае она ошиблась в общем количестве немецких дивизий, она насчитала их больше трехсот. Соответственно, когда она обнаружила, что границы СССР сосредотачиваются немецкие дивизии в количестве 100-120, у нее это вызывало, скажем так, было два варианта, зачем это немцы делают. Первый вариант – они хотят напасть на СССР. Второй вариант – они хотят прикрыться на всякий случай от СССР, пока будут проводить десантную операцию против Англии. Для советской разведки ключевым моментом было, сколько же у немцев дивизий будет на Западе и на Востоке. Если на Востоке будет 60% дивизий на советской границе, а на Западе останется 40%, это первый признак того, что немцы готовятся напасть на СССР. Но поскольку они завысили общее число дивизий, там их 350 они насчитали, а у границ Советского Союза они насчитали 150 немецких дивизий, то меньше половины. Им казалось, что это меньше половины. На самом деле это было больше половины. Ну вот и все. – Вот сколько длилась эта растерянность? Потому что мы говорим о первых месяцах войны. – В 1941 году? – Да. – Оно нисколько не длилось? – Растерянности не было. – Ну как? Началось? – Учитывая, что многие как раз историки в том числе говорят о том, что первые месяцы войны для СССР были катастрофы. – Да, конечно, они были катастрофы. Но они были катастрофы не потому, что там какая-то была растерянность и люди метались, не зная, что делать. Катастрофа случилась из-за того, что в каждый конкретный момент времени немцы сосредотачивают на границе 150 своих дивизий. И бьют на отмышь. У нас на границе в этот момент, вот конкретно им могут противостоять 30-40 дивизий. Но при таком соотношении сил они их, конечно, втопчут в землю. – И там разная комплектация была? – Да, и там абсолютно разная комплектация, конечно. – Советские дивизии были меньше по численности? – Они были меньше по численности. У них были нет мобилизованные тылы. Это что значит? Это значит, что некоторые артиллерийские части, допустим, могли покинуть казармы просто потому, что им не на чем было вывозить орудия. Им трактора и автомашины должны были поступить по мобилизации из народного хозяйства. Когда на тебя внезапно нападают, и у тебя дивизия стоит у границы, то для тебя эти мобилизованные машины просто не успевают доехать. В частности, у нас когда Лепово оброняли, то там один из дивизионов, гаубичных дивизионов, оказался без личного состава и без транспорта. Его так в казармах и захватили тогда просто потому, что эти люди, они не были отмобилизованы и не поступили в часть, потому что Лепово очень быстро окружились. Соответственно, то же самое с автомашинами произошло. – Почему Блицкрик провалился? Вот какие главные причины? Почему немцы завязли в России? – Во-первых, потому что они, безусловно, не рассчитали, их разведка тоже очень плохо сработала, они не рассчитали силу сопротивления Советского Союза. Они считали, что у Советского Союза 300 дивизий, 303 дивизии. И это было очень близко к истине. У Советского Союза действительно было 303 дивизии. Просто немцы считали, что вот мы сейчас эти дивизии разгромим и все, как во Франции. Остальную территорию просто займем маршевым порядком. Они действительно эти 303 дивизии разгромили, но Советский Союз вместо них в течение 1941 года выставил еще 600 дивизий. Это так называемая перманентная мобилизация, когда в каждый конкретный момент времени часть формируется. Сначала формируется рота, батальон, полк. Полки формируются в дивизии, в эшелоны и тут же на фронт, в эшелоны и тут же на фронт. И вот таким образом Советский Союз за первую половину 1941 года выставил помимо разгромленных 300 и еще 600 дивизионных эквивалентов. Соответственно, немцы просто увязли в этой массе людей. Надо сказать, что в 1941 году Советский Союз понес тяжелейшие оперативные безвозжатные потери, это значит убитые, раненые, пленные. 5,3 миллиона человек. За все остальное промежуток войны, за три с половиной года оставшиеся, 8,4. То есть можете себе представить, нам тяжелейшим трудом, буквально если это картину рисовать, то это вот как в одной, на одном плакате было нарисовано в перестроечных временах, когда Сталин сгребает людей и такой широкой рукой кидает их под немецкие гусеницы. Очень похоже. Но, тем не менее, удалось остановить Блицкрик. Это первый момент. Второй момент у немцев, конечно. То есть первый момент, что немцы нас недооценили. Второй момент, что мы проявили и руководство, советское руководство проявило жесточайшую волю и показала жесточайшую сопротивляемость. Ну и третий момент, немцам приходилось в то же самое время воевать против Англии. И я скажу, что многим это кажется таким, как бы, маловажным фактором. Ну что там они воевали? В две дивизии в Африку послали в 1941 году. На самом деле, основная эта ресурсоемкая битва происходила в Атлантике. Им приходилось посылать в Атлантику подводные лодки. И это безумно дорогое удовольствие. Я должен сказать, что подводная лодка семерка стоит примерно как 100 танков. И если за войну немцы наклепали их больше тысячи, то можно себе представить, во сколько им какой неимоверных затрат им это все стоило. Но ведь еще подводный флот, немецкий подводный флот, если не ошибаюсь, у них самые большие потери были. То есть выживаемость экипажей подводной флоты была? В процентном отношении, да. Да, у них больше половины, по-моему, если не ошибаюсь, то порядка семидесяти процентов личного состава подводного флота «Крексмарины» погибли в ходе Второй мировой войны. То есть даже не в плен попали, а просто погибли. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом… А, нет у нас перерыва, подсказывает звукорежиссер, значит сразу продолжим. Что касается руководства Советского Союза, потому что, опять же, если мы смотрим на фильм Мозерова, я понимаю, что там много мифов, и в общем-то он абсолютно мифологизированный, тем не менее, там показана роль маршала Жукова, и его влияние, и его, скажем так, волю. Вот насколько сегодня мифологизирована роль маршала Жукова? То есть он действительно маршал Победы, как его называют? Можно ли его так назвать? Да, его вполне можно так назвать. Я знаю, что существует, конечно, целая… Тут по вопросу маршала Жукова, как и везде, наверное, существует несколько фракций. Одна фракция говорит, что это жуткий мясник, и все свои победы добывал тяжелейшими потерями и солдатской кровью, и солдатским мясом. Да, но мне больше близка другая точка зрения, которая говорит о том, что Жуков один из выдающихся полководцев, реально, да, и его операции – это, в принципе, ну, я должен сказать, что одна из вершин советского, русского, как угодно называть, военное искусство. Ну, если я не ошибаюсь, вы в одном из интервью, кстати, говорили о том, что коэффициент потерь у Рокоссовского был выше, чем у Жукова. То есть несмотря на то, что Рокоссовского солдаты любили больше, потому что он был мягче в общении с ними. Да, 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 это так. Даже не солдаты, а подчиненные, наверное, офицеры, да. Ну, что тут сказать. Да, Жуков был очень жесткий человек, не всегда справедлив к своим подчиненным, но надо понять и то, что, ну, война – это война, то есть там сантименты – это последнее, что требуется от генерала. Главное, что от него требуется – это эффективность. А что произошло в Оржеве? Неизвестная битва маршала Жукова, вот эти потери, которые там исчисляются огромным количеством людей. Да, ну, что сказать. Значит, если коротко, Оржевской битве, то там был выступ под Оржевом, да. Такой же, как Курская дуга, только внутри этой Курской дуги сидели не наши, а немцы. Наши пытались эту дугу срезать, наступая с нескольких направлений. Почему это не получилось? Потому что у немцев было несколько подвижных соединений танковых дивизий. Как только наши прорывали фронт, то одна из этих танковых дивизий быстро перебрасывалась к участку прорыва и затыкала его. Ну, что такое танковая дивизия немецкая? Это наш корпус, а то и танковая армия по эффективности и численности тоже. Поэтому ее таранные свойства, таранная мощь такова, что она, в принципе, могла закрыть прорыв, который сделал, допустим, наш танковый корпус. При попытке ввести наш танковый корпус в прорыв, появлялась немецкая танковая дивизия и запечатывала его. Почему у немцев под Ржевом это получилось, а под Сталинградом не получилось? Очень простое объяснение. Потому что под Ржевом стояли чисто немецкие части. И у них было достаточно подвижных соединений. Чисто немецкие, это не румыны? Это не румыны и не венгры. Не итальянцы и не венгры. А под Сталинградом, сам Сталинград и окрестности занимала немецкая 6-я танковая армия, а на флангах у нее стояли румыны. И вот румыны, стоило их толкнуть нашими танковыми корпусами, как они просто посыпались. Они просто посыпались в мелкодисперсную пыль и разбежались. И нету их по степи. Только пленных собирать тысячами. То есть, в этом смысле страна имела значение? То есть, это были немцы, были румыны, были итальянцы? Значение это имело решающее значение. От чего это зависело? Это все-таки ведь люди есть люди, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос организации, вопрос мотивации. Да, это вопрос и организации, и мотивации. И, безусловно, оснащение, тренировки и всего остального. Разумеется, немцы. Это не потому, что они такие немцы. Потому что, допустим, в гражданской войне в США, когда пытались формировать дивизии из немецких иммигрантов, то выяснилось, что это самые худшие дивизии вообще на фронте. Казалось бы, немцы, да, все привыкли к немцам с таким перечетом относиться. На самом деле, это организация, просто организация. Румыны сами по себе хорошие солдаты, ничего про них нельзя сказать. Итальянцы, ну, итальянцы тоже показывали класс во Второй мировой, когда, скажем так, когда они понимали, за что они воюют. А где-то там румыны в степях Сталинграда, ну, я посмотрел бы, кто бы там европейцев вообще говоря. У нас звонок есть, надевайте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? – Добрый день, Владимир, меня зовут? – Да, слушаем. – Вот такой вопрос будет. Вот смотрите, Сталин, фигура, по-разному можно относиться, но наивным человеком его назвать нельзя ни с какой натяжкой. И вот ваше построение от протокола в Молоково-Риббентроп до поражений катастрофических и до увеличения войны, это сводится к тому, и я, в принципе, с этим согласен. Вот то, что вы сказали, так вот однозначно я этого еще не слышал, что это сводится к наивности Сталина, то есть к тому, что он поверил Гитлеру. Правильно я понимаю то, что вы построили эту причинно-специальную цепочку, или где-то здесь вы хотели сказать не так однозначно? – Да, спасибо. – Да, да нет, конечно, Сталин ни в какой степени не был наивным человеком, и Гитлер он не верил ни на Йоту. Сталин гнул свою линию. Сталину было интересно, чтобы Советский Союз вступил в войну последним, чтобы, когда уже все довоюют, Англия, Франция с одной стороны и Германия с другой стороны, то и когда истощат друг друга, вот тогда на сцену весь в белом выходит Советский Союз и говорит, предъявляет какие-то свои условия, чтобы вступить в войну, допустим, на стороне антигитлерской коалиции и завершить ее на очень выгодных для себя условиях. Очень быстро и коротко, вот как США в Первой мировой войне. Другое дело, что у него этого не получилось. Просто его благие намерения в данном случае оказались, его благими намерениями оказалась вымышлена дорога к 1941 году. Почему? Потому что он просто не ожидал, не рассчитал, что Гитлер так быстро справится с Францией и он останется с Гитлером один на один в Европе. И что Гитлер еще после того, как он Францию разгромит, поставит под контроль Балканы, Италия к нему примкнет и так далее. То есть окажется, что он контролирует всю Европу и против него Советский Союз в одиночку и Англия на своем острове осталась. Ну почему, на ваш взгляд, все-таки Гитлер пошел на Советский Союз, учитывая, что с одной стороны, понятно, мы помним эту риторику, там, славяне недочеловеки и так далее и тому подобное, но тем не менее, ведь это огромная страна с огромным количеством людей в конце концов. Гитлер понимал, что он может с этим быстро справиться. Вот он искренне тогда верил? А если бы не верил, то чем он пошел? Рационально или иррационально это решение? Совершенно рационально. Во-первых, в 1941 году Вермахт был на пике своей боеспособности, как ты уже сказал. Он набрал столько ресурсов под себя, он столько создал, наклепал новых танков, создал новых дивизий, что по идее, вот если не сейчас, то когда? Ведь Советский Союз тоже не сидел сложа руки, там тоже сформировались новые части, выпускались новые танки. Ждать 1942-1943 года, так Советский Союз только усилится. А усилится ли Германия, воюя с Англией, еще непонятно. У него был выбор либо захватывать Англию, но это было, опять же, очень дорогостоящее мероприятие, организация десантной операции туда, но это гигантские ресурсы. При том, что еще и Черчилль заявлял, что да мы будем сражаться, уедем в Канаду и еще оттуда будем сражаться и весь флот свой уведем. Что это даст? У него тогда возникла другая идея, как и у Наполеона, кстати. И Гитлер, и Наполеон своим генералам причину вторжения в Россию обозначали ровно одинаково. У Англии осталась последняя надежда выиграть эту войну, привлечь Россию на свою сторону. Если мы сейчас разгромим Россию, то этим мы убиваем двух зайцев. Во-первых, мы, собственно, громим потенциального противника, который нам может в любой момент ударить в спину в 1942 или в 1943 году. А во-вторых, мы лишаем Англию последней надежды. Если мы разгромим Россию, то Англия сама спелым плодом упадет к нам в руки. Нам даже не надо будет там высаживаться, потому что она поймет, что все, последняя надежда рухнула. Сопротивление бесполезно, нужно договариваться с Берлином. Вот его логика. Почему Сталинград стал для немцев переломной точкой? Я не скажу, что он стал прямо для них переломной точкой. Переломной точкой я бы назвал комплекс сражений. Курск еще? Курск и Багратион. Операция Багратион. То есть, это освобождение Белоруссии с выходом в Прибалтику и к Варшаве. Почему именно Багратион, я сейчас объясню. Дело в том, что до 1944 года безвозвратные потери Красной Армии, несмотря на Сталинград, несмотря на Курскую дугу, заметно превышали безвозвратные потери Вермахта. Порой в два раза. В 1941 году это вообще было в 10 раз, да. Но даже в вот эти 43-44 год они их превышали примерно в два-полтора раза. И у немцев была совершенно определенная стратегия. Мы держим оборону, мы изматываем Красную Армию. К моменту выхода на германскую границу у Красной Армии просто люди кончатся. Как не велик Советский Союз, но терпеть такие потери в течение долгого времени даже он не сможет. И вот когда они истощат свои ресурсы людские, вот тогда мы с ним можем вступить в переговоры, ну и предложить какие-то взаимовыгодные условия. Одним словом, заключить какой-нибудь почетный мир. И до Багратиона, в принципе, эта стратегия более-менее работала, потому что, ну, реально наши потери превышали. Потери немцев. Все это рухнуло в июне-августе 44-го года, когда у немцев потери взлетели буквально раза в четыре, по-моему, в отношении среднемесячных потерь. А у Советского Союза они остались на прежнем уровне. То есть они нас превзошли по потерям конкретно в августе, в июле, августе 44-го года с началом операции Багратиона. И не случайно покушение на Гитлера было совершено 20 июля 44-го года. Это операция Валькирия. Да, потому что тогда уже, вот когда люди посмотрели, как рухнул у них фронт в Белоруссии и как советские войска выходят к Варшаю, вот тогда стало ясно, что эта стратегия не сработает. Тем более уже был второй фронт открыт, который нам, кстати, тоже очень сильно помог в разгроме немцев в Белоруссии. То есть я бы даже сказал, что наличие второго фронта и обеспечило успех операций Багратион. Объясню, опять же, почему. Потому что до этого в Белоруссии примерно повторялась ржевская история. Там с осени 43-го по весну 44-го года провели шесть операций и все безуспешные. Пытались прорвать фронт, ничего не получалось. Опять они перебрасывают туда танковые дивизии, затыкают прорыв. Потом они, во-первых, несколько расслабились из-за этого и перевели часть танковых дивизий на юг, на Украину, где они ожидали следующего мышного удара. Это Гудурьяновские, да, там дивизии были? Нет, Гудурьян тогда уже был генерал-инспектор танковых войск. Это у модуля. Там модуль на юге руководил. И в Беларуси осталась одна танковая дивизия 20-я. На все вот это 800-километровое пространство. Когда прорвали в нескольких местах фронт, она банально в одном месте заткнула, а в трех остальных советские «красные стрелы» пошли в направлении Минска. Единственное, что они успели туда перебросить с севера Украины 5-ю танковую дивизию, она действительно попортила очень много крови нам, танковой армии Ротмистрова. Ротмистрова даже за эти неудачи сняли с командования армии, больше на фронте не появлялся. Но, тем не менее, вот эти две дивизии, они удержать ситуацию в Беларуси не смогли. А в это время в Нормандии под городом Канном 8 немецких танковых дивизий на небольшом пятачке бьются с англичанами. Там просто такая… Месилово было такое, что… Курская дуга примерно. И если бы из этих 8 дивизий 5 оказались в Беларуси, то, конечно, Багратион совершенно по-другому выглядел бы. Я боюсь, что там… Второй фронт можно назвать тогда переломным участком войны. Ну, нет. Второй фронт – это… Ну, как, второй фронт – это второй фронт. Он нам очень сильно помог. Да, другое дело, что если бы не второй фронт, то, ну, неизвестно, вынуждены мы были бы действительно остановиться на границах Германии и, учитывая истощенность наших ресурсов, вступить в переговоры с немцами. Но, тем не менее, почему, кстати, видите, достаточно долго вели переговоры о втором фронте, почему так поздно, как некоторые считают, его открыли? Ну, как… Дело в том, что вот мы смотрим на количество дивизий в Англии, сосредоточенных в 43-м году, и нам кажется, что это же очень просто взять их и перебросить в Нормандию, открыть там второй фронт. Вопрос возникает, ну, хорошо, перебросить их можно, да, снабжать их как? Как их снабжать? Ведь каждая дивизия в ходе боевых действий, ну, в сутки потребляет снабжение примерно на эшелон, да, вот железнодорожный эшелон. Как его туда доставить? Ну, наиболее удобный способ, конечно, через порты, да. К сожалению, немцам эта простая мысль тоже пришла в голову, и они все порты укрепили, заминировали, и некоторые из них держались до мая 45-го года, Дюнкерк, например, да, потому что, ну, союзники, конечно, решили их не брать. Это очень больших жертв, стоило взять какой-нибудь порт. С налета его взять вообще невозможно. Соответственно, что делать? У них снабжение есть, они доставить его могут до уреза воды на французском побережье. Дальше как? У них не было решения, до 44-го года решения этого вопроса не было. В 43-м они придумали такую штуку, осень 43-го, придумали такую штуку, как искусственные порты. То есть это старые суда, набитые цементом, которые они подводили к французскому берегу, топили, выстраивали из них пирсы, молы, завозили на них портовое оборудование, краны и так далее. То есть получается в первую очередь это инженерная операция? Конечно, конечно. Если бы они не сумели наладить снабжение этих... Дело в том, что невозможно наладить снабжение войск нормальное на необорудованном берегу, не было такого опыта у них. Потому что если вы попытаетесь это сделать, то у вас через несколько часов весь берег окажется завален беспорядочной грудой разных материалов, из которых ничего достать и вытащить невозможно. Когда они придумали, как это сделать, тогда проблема высадки она приобрела реальные какие-то очертания. До этого они просто не понимали, как же мы... Высадить мы можем, снабжать их как? Ведь это же интенсивные боевые действия. Сначала 10 дивизий, потом 20 дивизий, потом 30 дивизий. Представляете, какой объем снабжения там нужен? Ну, место для высадки десанта, кстати, было, на ваш взгляд, выбрано удачно, потому что, опять же, если мы говорим о некой кинематографической истории, это некий выступ, пулеметные укрепления и, соответственно, вот те, кто высаживается как на ладони у этих пулеметных точек. Ну, это, видите, если о фильме «Спилберг» говорить, то в фильме «Спилберга» показан самый драматичный участок высадки, там, где высаживалась первая пехотная дивизия. Там еще им не повезло, что у немцев в этот момент как раз одна из дивизий, 352-я пехотная, проводила в этом районе учения по отражению десанта. Да, и так очень неудачно совпало, что первая дивизия высаживается как раз на 352-ю, которая еще не просто готова к этому, а еще и учения проводит по их отражению. Вот. А на остальных участках высадки все было гораздо, я не скажу, что спокойнее, да, но там гораздо увереннее действовали союзные войска, хотя, конечно, тоже пришлось потрудиться, англичанам там пришлось десанты выбрасывать, блокировать пулеметные гнезда, блокировать мосты, по которым немцы могли перебросить подкрепление. Но, тем не менее, нормально высадились. Да и, судя по фильму Спилберга, как вы понимаете, первая пехотная тоже не дала себя в обиду, а она в итоге преодолела эти укрепления полевые. А в плане удобства высадки там, конечно, да, там было идеальное место. И вот почему. Самое кратчайшее расстояние между Англией и французским побережьем, это не Нормандия, а Падекале, там где Дюнкерк, там где Кале, да. И, разумеется, немцы тоже понимали, что англичане, скорее всего, с американцами будут высаживаться на кратчайшем расстоянии. Они там и сосредоточили главные свои резервы и главные свои силы, в Падекале. А в Нормандии меньше было. Ну, а англичане с американцами, они, разумеется, поддерживали в немцах эту иллюзию, всеми доступными им средствами, что мы будем высаживаться в Падекале. Сами ударили. Но Дюнкерк, вы как раз упомянули, это ведь и триумф, и трагедия в какой-то степени, потому что они не потеряли свою армию. Ну, в общем-то, Нолан это показал в своем фильме, и многие, наверное, узнали об этом эпизоде, который был во втором эвакуации. Ну, да. Вот эта операция, когда эвакуация целых там дивизий гражданским населением, фактически. Нет, гражданское население там было не на гражданском населении. Там яхты и так далее. А, да, да. Гражданское население участвовало в эвакуации само, да, участвовало. Да, это, конечно, очень сильно способствовало тому, что Англия не сдалась в сороком году немцам, потому что были, даже при этой удачной эвакуации, были политики, в том числе британский экс-премьер Ллойд Джордж, который на своих плечах вытянул самые трудные годы Первой мировой, будучи премьером Британии тогда, склонялись к тому, что, ну, слушайте, мы потеряли Францию, у нас не осталось союзников, а Советский Союз, он на стороне Германии фактически снабжает ее всем, чем можно. США не вступают во Вторую мировую войну. Что нам остается делать? Давайте договариваться как-то, тем более Гитлер предложил бы очень хорошие условия мира им. Но там, в общем-то, многое на Черчилле держалось, что он не позволил его позиции. Там буквально некоторые историки утверждают, что если бы не Черчилль, там, конечно, они пошли бы на это. Просто Черчилль уперся и вот сказал, нет, и все. Мы будем сражаться. Я считаю, что война – это соревнование личностей в том числе. В данной конкретной ситуации – да. Вот если бы Черчилль, скажем, погиб в 1941 году, уже ничего бы не изменилось, уже точка сборки антигитлерской коалиции произошла. Там бы, ну, стал бы на его место другой премьер и продолжил бы ту же самую политику, и в 1945 году ровно то же самое все закончилось бы. Поэтому тогда нет. А вот в этот конкретный ключевой момент, ну, как известно, роль личности, она проявляется именно в таких точках бифуркации. Вот если бы в октябре 1917 года в России не было бы Ленина, который чуть ли не в одиночку продавил решение о вооруженном восстании, хотя многие его коллеги и соратники по партии были против, не было бы… То есть история пошла бы по-другому. Точно так же и во Второй мировой войне. Вот конкретные вот эти месяцы, июнь, июль, август 40-го года – это, да, это время Черчилля. Это то время, когда Черчилль реально изменил ход истории, не пойдя на переговоры с Гитлером. Вот вы упомянули Ленина. Еще один вопрос, который хотел бы обсудить. Когда телеканал «Дождь» в свое время поднял вопрос о блокаде Ленинграда, нужно ли было сдать город, его заблокировали во многих кабельных сетях. Вообще, тема блокады и тема блокадного Ленинграда, насколько… Понятно, что история не знает сослагательного наклонения, но, тем не менее, ведь Киев же сдавали, потом вернули. С Ленинградом это было все-таки правильное решение? Вот если сейчас смотреть с исторической точки зрения, не сдавать Ленинград? Конечно. Конечно. Сдача Ленинграда – это была бы реальная катастрофа для хода войны. Это означало бы обрушение всего северо-западного участка советско-германского фронта. То есть, немцы, освободив те войска, которые у них были под Ленинградом, сумели бы нанести удар, допустим, в обход Москвы с севера. И я боюсь, что тогда и Москве не удалось бы отстоять. Я боюсь, что это привело бы… Ну, это реально была бы катастрофа. Я не знаю тогда, где закончилась бы война в 1945 году. Может быть, реально тогда, на Днепре, при всех усилиях Советского Союза. Потому что надо понимать, что Ленинград – это не только мирные граждане, которые там есть. Это еще и Балтийский флот. Это артиллерия Кронштадта, которая связывала буквально немцев. У них там под Ленинградом были связаны очень большие ресурсы. Если бы они освободились, и они смогли бы это в любой точке СССР применить, эти высвободившиеся ресурсы, Советскому Союзу пришлось бы очень плохо. Ну и потом надо понимать, что ответственность за жертвы, которые понес блокадный Ленинград, лежит в первую очередь на агрессоре, на немцах. При всех может быть ошибка, которую там советское руководство допускало. Ну, все-таки надо… да, давайте называть вещи своими именами. Немцы на нас напали, а не мы на них в 1941-м. Вот у нас уже время заканчивается, но вот я хотел бы спросить у вас по поводу того, насколько сегодня наше политическое устройство и то, в котором мы живем, в общем-то еще влияет история Второй мировой войны. Прямо оно, конечно, не влияет, да, но история Второй мировой войны, как мы совершенно отчетливо видим, она используется различными политическими силами для достижения своих целей. В этой связи могу только посоветовать всем радиослушателям, если с вами об истории начинает разговаривать политик, то крепче держитесь за карман. Вас хотят… вот это совершенно однозначно, где-то вас хотят обмануть. Политик, который разговаривает не о современности, не о будущем, а об истории, это вот точно либо обманет вас, либо, что еще хуже, украдет ваше будущее. Да? Вот у нас под разговоры об оккупации фактически… Ну, вы видите, что происходит. Мне кажется, что крадут будущее Латвии просто. И, к сожалению, это происходит не только у нас. Увы… Ну что ж, на этом мы закончим. Константин Гайворонский, военная историк, главный редактор портала «Пресс ЛВ» был сегодня гостем программы «Разворот». Спасибо, Константин. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.